Третий и последний вид мансардовых крыш применяется для полутораэтажных домов и называется полумансардой. При такой конструкции стены второго этажа возводятся примерно в половину высоты, а потолки поднимаются до заданного комфортного уровня с помощью полумансарды. Мы начинаем с битунной гидроизоляции армпояса. К армпоясу надежно привяжем Mauert Latte с помощью шпилек. На Mauert Latte устанавливаем собранные примитивные стропильные арки. Они будут основным скелетом для всей крыши. Изнутри каркас нужно изолировать практически герметично, чтобы исключить выход воздуха из помещения, поэтому используем паронепроницаемую мембрану и усилим ее черновой обшивкой потолков. Все свободное пространство поверх мембраны и между арок заполняем утеплителем. Утеплитель обеспечит заданный температурный режим в помещении круглый год. Поверх арок закрываем утеплитель влагозащитной поропроницаемой мембраной до середины карнизного свеса. Таким образом мы защищаем себя от случайных протечек основной кровли. Прижмем мембрану с помощью контрбруса. Между брусками образовалось вентиляционное подкробельное пространство, очень важное для долговечности мансарды. Также из брусков изготовим каркас для горизонтальных карнизных свесов. Поверх брусков смонтировали обрешетку для софитов. Затем монтируем обрешетку для водосточных крючков. Важно не забыть про обрешетку на стыках плит и только в последнюю очередь остальную рядовую обрешетку. Фрезеруем пазы и устанавливаем в них отрегулированные с разуклоном водосточные крюки. После крючков на обрешетку в шахматном порядке распределяем горизонтально ОСБ плиты с небольшими температурными зазорами между ними. Снизу вверх в каскадном порядке закрепим капельник, самоклеящиеся и обычные подкладочные ковры для мягкой черепицы. Для монтажа черепицы не хватает только фронтальных планок или, проще говоря, ветровиков. Ставим ветровики и приступаем к обустройству черепицы. Гонты первого ряда необходимо подрезать снизу либо использовать в качестве стартовой полосы специализированную для этого коньково-карнизную черепицу. Остальную рядовую черепицу монтируем рядами строго по параллельным линиям разметки, иначе кривизны у конька нам не избежать. Не забываем про погодные условия. В сухую и теплую погоду с температурой выше 5 градусов Цельсия гонты черепицы прекрасно режутся, изгибаются, монтируются и склеиваются между собой. На теплых кровлях нельзя делать глухой конек. Он испортит всю систему вентиляции мансарды, поэтому мы сначала устанавливаем коньковые аэраторы, а затем поверх них монтируем коньково-карнизную черепицу. Прекрасно! Теперь все стоит на своих местах, и нам остается только задекорировать карнизные свесы перфорированными софитами и собрать водосточные желоба и трубы.